Некоторые люди заводят животных для удовольствия, а некоторые разводят их и таким образом зарабатывают неплохие деньги. В этом нет ничего плохого, но иногда в погоне за наживой, люди начинают творить просто ужасные вещи. Именно такие истории мы рассмотрим, и надеюсь, что они заставят вас задуматься, ну немного пожалеть четвероногих героев. Соседи бывают разные, с кем-то хочется дружить и жарить крылышки на заднем дворе, с другими приятно просто вежливо здороваться. А кто-то может оказаться жутко невыносимым человеком, которого лучше избегать. Но что если ваши соседи через чур ароматные? Да это именно тот аромат, о котором вы подумали, и советую прямо сейчас отложить в сторону еду, если вдруг вы решили перекусить. От частного дома расположенный на юго-западном побережье Мадагаскара, всегда исходил какой-то странный запах, но долгое время соседи не придавали этому значения. Мало ли что там пахнет. Но постепенно запах стал настолько невыносим, что людям пришлось вызвать полицию. И их можно понять. В конце концов все хотят жить в комфорте. А если сосед долгое время не может убрать за своим щенком, или починить канализацию, это проблема самого соседа. Но когда руководитель местного экологического агентства вместе с полицейскими прибыли с проверкой в странный дом, они буквально пришли в ужас. Оба этажа небольшого особняка, были забиты черепахами. Животные располагались настолько плотно, что просто не могли двигаться. Настоящий живой ковер из черепах. Они были повсюду. В комнатах, в ванне, на кухне. Посмотрите на квартиру или на дом, в котором вы живете. Как думаете, сколько черепах поместилось бы у вас на полу? Наверное, около сотни на комнату. Так вот, представители власти подсчитали в особняке около 10 тысяч измученных животных. 10 тысяч вы только представьте, насколько это много. По разным данным, от 128 до 189 черепашек не смогли выжить. Люди несколько раз возвращались в дом. Черепахами пришлось заполнить шесть грузовиков, но перед черепашими-спасателями возникла новая проблема. Куда же можно поместить такое огромное количество? Их нельзя просто выпустить на волю в дикую природу. Ведь именно там несчастные черепашки были пойманы браконьерами для продажи на черном рынке. Так что после лечения животных должны были принять различные реабитационные центры. Но кому могло понадобиться такое огромное количество черепах? Все довольно просто, лучистые черепахи редкий вид, который живет только на Мадагаскаре и к тому же стремительно приближается к исчезновению. Посудите сами, в 2013 году ученые говорили, что число черепах достигает 6 миллионов, а сейчас осталось всего 3 миллиона. Очень, очень печальная тенденция. Из-за этого вывозить с острова Мадагаскар строго запрещено. Европейский Союз и еще 182 страны подписали договор, согласно которому запрещена торговля этими пресмыкающиеся. Кстати, три владельцев особняка задержали на месте, причем один из них в это время закапывал погибших животных за домом. Судя по масштабу контрабанды в схеме могли участвовать очень много людей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.